В среду глава региона принял участие в заседании Координационного совета по делам ветеранов войн, труда вооруженных сил и правоохранительных органов. Главный на повестке вопрос благоустройства сквера воинов-интернационалистов в областном центре. У нас была подготовлена концепция. Концепция территории сквера-интернационалистов подготовлена КБ «Стрелка». Мы получили запрос от ветеранов, что они все-таки хотят видеть там, помимо общественного пространства для различных функций, нахождения там людей, прогулок и так далее, кроме того мемориального элемента, часовни, который сейчас там есть, хотелось бы им еще какую-то дань памяти своим именно событиям, свои какие-то мемориальные элементы установить на этой территории. И мы сейчас приступаем как раз к обсуждению в первую очередь, где эти монументы памяти с исторической справкой возможно даже вообще в принципе разместить. Предыдущий вариант сквера был подготовлен КБ «Стрелка». Включал в себя, кроме благоустройства территории, еще амфитеатр и детскую площадку. Ветеранов он не устроил. В их видении в сквере интернационалистов должен быть памятный знак и сцена, чтобы организовывать здесь встречи и концерты, в том числе в памятные даты. Это место, по задумке ветеранов, должно объединять людей, участвовавших в боевых действиях. Таких в нашем регионе немало. Ну это даже сейчас трудно сказать, потому что многие вообще и не говорят об этом, и скрывают, только собирают свое время. Афганцев, конечно, действительно они более так сплощенные, что и обидно. А те, кто были в Анголе, во Вьетнаме, например, в Сирии, их как бы незаметно. Поэтому, я думаю, вот это даже как раз и даст такое сплощение и объединим. И у нас именно задача такая, чтобы это был сквер действительно для всех, и каждый мог прийти в свою дату, памятную дату, прийти туда, возложить цветы, что-то вспомнить, пообщаться. Я думаю, они заслужили этого. Новый проект разрабатывают уже при непосредственном участии ветеранов. Сейчас есть два варианта размещения мемориальной зоны. Если одно из них ветераны утвердят, реализовывать проект начнут уже в следующем году. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.